Подарок от Путина, еще один большой театр в России. Корейл КНАП и ДНИС.ЦЗ, Чехия. 27 июня 2018 года. Каждое утро, сидя у окна на левой стороне автобуса, я искал глазами огромное полотно, закрывавшее боковую стену ветхого многоэтажного дома. Он пережил массовый снос, с которого в Сочи началось строительство помпезных олимпийских объектов. Чтобы ветхий дом не слишком бросался в глаза иностранным гостям, его частично покрыли вы черным рисунком, изобразив морской пляж с пальмами и попугаями. Поверх рисунка кто-то по-бунтарски написал белой краской, подарок от Путина. Как минимум со времен изобретательного царского наместника Григория Потемкина, который создавал роскошные кулисы, призванные поразить иностранных гостей императрицы Екатерины II, русские овладели искусством приукрашивать непривлекательную реальность, также своеобразно они восприняли нынешний чемпионат мира по футболу. На первый взгляд может показаться, что чемпионат проходит в раю, и что все истории о Восточной империи зла выдуманы злобными завистниками. Организация удалась. Болельщики получают удовольствие. Никаких беспорядков на улицах или, не дай бог, террористических актов. Метро в Москве летает как птица. Вовремя достроенные стадионы выглядят чрезвычайно впечатляюще. Волонтеры, парни и девушки, улыбаются и говорят по-английски. И я снова вспоминаю Сочи. После предыдущих мучительных рабочих командировок в российскую столицу и сибирский Омск я без воодушевления ждал Олимпиады 2014 года. Выступая с заключительной речью, немец Томас Бах, глава МОК, поблагодарил, вы помогли показать лицо новой России, эффективной и дружественной, патриотичной и открытой миру. Правда, он и не подозревал, что в последнюю ночь путинских игр, как называли Олимпиаду, президент отдал приказ о секретной операции, целью которой была аннексия Крыма. Сам Владимир Владимирович признал это годом позже в документальном фильме государственного телеканала «Россия-1». Также постепенно становилось понятно, как российской сборной при государственной поддержке удалось заполучить богатую коллекцию медалей, каким было наказание за колоссальный обман с запрещенными веществами. Некоторым российским спортсменам разрешили выступать на следующих зимних Олимпийских играх в Пхенчхане только под нейтральным флагом. Кстати, в том сочинском здании, где команда допинг-волшебника Григория Раченкова с невообразимой наглостью поменяла более ста непригодных проб мочи на чистые, теперь находится ресторан Лапунта. На интернет-странице Чемпионата мира по футболу этот ресторан очень рекомендуют. Официантки в спортивной одежде, включая шорты и гетры, разносят в этом ресторане устрицы из крым и коктейли под названием образец Б, необходимое для уличения принимавших допинг, и мельдоний, вещество, за употребление которого в позапрошлом году была наказана теннисистка Мария Шарапова. Порой кажется, что русские просто издеваются над остальным миром. Они продолжают с невинным видом отрицать вину за катастрофу малазийского Боинга. На прошлой неделе по приглашению Путина на чемпионат мира по футболу приехал швейцарец Зеп Блаттер. Бывший председатель FIFA отбывает наказание за коррупцию в виде шестилетнего запрета на работу в футбольной сфере. Именно Блаттера подозревали в том, что он помог России получить право на проведение турнира. Наивные люди, вероятно, поверят, что в России царит свобода. Ведь вдруг стало можно снимать и толпиться на Красной площади и громко орать. На несколько недель силы и правопорядка дали передышку. Но как только известный тренер Леонид Слуцкий, комментируя матч Германия-Мексика, в шутку упомянул имя оппозиционного лидера Алексея Навального, телеканал уволил его с должности аналитика. Жестокий режим не дремлет. Он лишь на какое-то время притворился либеральным. После завершения футбольного праздника режим сбросит маску, разломает кулисы и снова закрутит гайки.